Название Крым происходит от тюркского «вал, стена, ров». Перекопский или турецкий вал отделял Крым от материка. Он был построен 2000 лет назад. Его длина почти 8,5 километров. История Крыма уходит в глубину веков. На полуострове перепрялись судьбы многих народов, государств и целых цивилизаций. События и культура разных эпох оторожены в многочисленных памятниках. В 1783 году Екатерина II издала манифест о принятии Крыма в состав Российской империи. На полуостров вошли русские войска Александра Суворова. В 1783 году основан город Севастополь, создан Черноморский флот Российской империи. В 1917 по 1921 года во время гражданской войны на территории Крыма несколько раз сменяют друг друга белые и красные правительства. С 1921 по 1941 года автономная Крымская ССР в составе РСФСР. С 1941 по 1944 года оккупация Крыма фашистской Германии и Румынией. С 1945 по 1954 года Крымская область в составе РСФСР. С 1954 по 1991 года Крымская область перешла в состав Украинской ССР. С 1991 по 2014 года Крымская автономная республика в составе Украины. 18 марта 2014 года принятие республики и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации. Особое внимание мы уделим роли Крыма в Великой Отечественной войне и героической обороне Севастополя. Гарнизон Севастополя насчитывал около 21 тысячи человек и имел около 150 орудий и минометов. Войска 11-й немецкой армии под командованием генерал-полковника Эриха Монштейна, которая насчитывала в своем составе свыше 200 тысяч человек, 450 танков, свыше 2000 орудий и минометов, 600 самолетов. 20 октября прорвались через перекоп, рассчитывая захватить город сходу, но получили отпор. 4 ноября 1941 года сухопутные войска и силы флота, защищавшие город, были объединены в Севастопольский оборонительный район, в который 9 ноября вошли приморская армия, насчитывавшая до 50 тысяч человек, 170 орудий и 100 самолетов. Командиром армии был назначен генерал-майор Иван Петров. 5 ноября развернулись ожесточенные бои на центральном участке передового оборонительного рубежа. 4 дня советская армия отражала непрерывные атаки численно превосходящих немецко-фашистских войск, поддерживаемых авиацией. 9 ноября фашисты были вынуждены прекратить наступление и сделать паузу для подтягивания новых сил и перегруппировки войск. После прорыва взять город сходу немецко-фашистское командование осуществило три наступления на город 11 ноября, 17 декабря 1941 года и 7 июня 1942 года. 11 ноября начался первый штурм города. Несмотря на превосходство в живой силе, артиллерии и танках, немецкой армии удалось вклиниться в передовую оборонительную полосу лишь на двух участках. В направлении Дувановкая на 3-4 километра и Микензия на 1-2 километра. Вследствие значительных потерь 11-й армии 21 ноября немцы приостановили наступление на Севастополь до середины декабря. Советское командование использовало это время для укрепления обороны. Войска СОР пополнились маршевыми подразделениями. В состав Приморской армии был доведен до пяти дивизий, двух бригад, морской пехоты и двух отдельных стрелковых полков. Второе наступление немецко-фашистских войск началось на рассвете 17 декабря. Главный удар наносился силами четырех пехотных дивизий из района Дуванкоя вдоль реки Бельбек к северо-восточной оконечности Северной бухты. Отвлекающий удар двумя пехотными дивизиями и горно-стрелковая бригада из района юго-восточной Чергонь вдоль реки Черная и Инкерман. В районе Микензиевых гор противник вклинился в распродолжение советских войск и создал угрозу прорыва к Северной бухте. В мае 1942 года в результате оставления советскими войсками Керченского полуострова и неудачи Харьковского наступительной операции положение Севастополя резко ухудшилось. 21 мая фашисты начали воздушную артиллерийскую бомбардировку города артиллерийских позиций и тылов, а 2 июня перешли в мощность артиллерийской и авиационной подготовки наступления, длившейся 5 дней. Одновременно немецко-фашистские войска усилили блокаду Севастополя с моря. Они сосредоточили 10 пехотных дивизий, из них 3 румынские. 7 июня немецкие фашистские войска перешли в наступление, нанося главный удар с севера и северо-востока на Микензиевы горы с целью выхода к Северной бухте и вспомогательной на Сапун-гору. И Балаклава. Немецкая авиация ежедневно совершала от 800 до 1000 выстрелов, сбрасывая 4-4,5 тысячи бомб. Защитники Севастополя героически обороняли позиции до последней возможности. В ночь на 29 июня фашисты форсировали Северную бухту и в тот же день овладели Сапун-горой. 30 июня немецкие фашистские войска ворвались на корабельную сторону, где весь день шли упорные бои за Малахов курган. Остатки частей отдельными группами отходили к полуострову Херсонес. В ночь на 1 июля было получено разрешение ставки Верховного Главнокомандования на эвакуацию. В борьбе за Севастополь враг потерял до 300 тысяч человек. Безвозвратные потери советских войск составили около 157 тысяч человек. Воины Приморской армии и моряки Черноморского флота проявили массовый героизм и стойкость. 37 человек были удостоены званием Героя Советского Союза. В ознаменовании подвига севастопольцев 22 декабря 1942 года была учреждена медаль за оборону Севастополя, которой было награждено свыше 50 тысяч человек. В 2014 году в Парке Победы в Севастополе был открыт мемориал защитникам Отечества, павшим и пропавшим без вести при освобождении Севастополя в годы Великой Отечественной войны. 8 мая 2015 года в городском парке Победы была открыта памятная стела, посвященная героям обороны и освобождении Севастополя.